Hey guys, я Настя, это Puzzle News, обзор самых интересных новостей сайта Puzzle English за неделю и самые веселые мемасики на английском языке в придачу. Канадка Эрика Стронгер каждое утро из окна своего офиса пялилась в квартиру напротив, где на подоконнике постоянно сидел кот. И однажды вместе со своей коллегой решила выложить стикером на стекле What is your cat's name? Как зовут вашего кота? Через несколько дней хозяин кота ответил, что его зовут Маршал. Радости Эрики не было предела, теперь она запостила все это дело в твиттер и спрашивает у своих подписчиков, как продолжить переписку. Среди возможных вариантов спросить среднее имя кота, назван ли он Маршалом в честь Эминема, все ли коты ненавидят понедельник и просто мяу. На северо-востоке Шотландии археологи обнаружили странную конструкцию. Камни, сложенные в круг, похожие на Стоунхендж, но гораздо меньших размеров. Они установили дату постройки примерно четыре с половиной тысячи лет назад и долго ломали голову, что же это такое, кто же сделал это и для чего. Вот пока они ломали голову, им написал фермер, который раньше жил в этом районе, он написал, что эти камни он собственноручно туда водрузил. А где-то в девяностых годах, то есть этой постройке не четыре тысячи лет, а всего лишь двадцать. Самое смешное в этой истории то, как на всю эту ситуацию реагирует Нил Акерман в своем твиттере. Это тот самый археолог, представитель Совета археологов, который и рассказал всем об этой новости очень гордо. Там много забавных твитов о том, как он пытается пережить свой позор, пока пресса раздывает из этого целое событие. Если у вас выдался неловкий день на работе, по крайней мере вы не парень, представивший прессе доисторический круг из камней, которому оказалось около двадцати лет. Только что услышал крик, там тот археолог от дамы за прилавком в магазине. Мой позор распространяется. Фолловеры Ника, глядя на его страдания по поводу того, как пресса раздувает из этого всего целое событие, решили его поддержать. Кто-то сказал, что нужно всего лишь подождать четыре тысячи лет, и новость не будет фейковой. А кто-то вообще пророчит, что эта история станет фильмом, и Райан Гослинг будет играть Нила Акерман. Ну а кто-то стал переживать по поводу подлинности пирамид. Мем Distracted Boyfriend обрел вторую волну популярности. Он и так был самым популярным мемом прошлого года, а потом потихонечку все про него забыли, а сейчас вспомнили снова вот из-за этой картинки, где нужно выбрать продолжение песни со словом «мама» – «квин» или «абба». Так неверный парень превратился в одну букву, которая дополняет какое-нибудь из двух слов. Теперь давайте посмотрим, что интересного вышло на Пазл Инглиш за эту неделю. Если вдруг вам довелось пообщаться с австралийцем, и он пожелал вам good day, то это не пожелание смерти. Скорее всего, он просто пожелал вам хорошего дня, просто из-за особенностей акцента он произносит это так. А австралийцы вообще очень добрые, позитивные люди, несут только радость и улыбки. И даже нам досталось немного через Юлю, которая записала для вас урок об особенностях австралийского акцента. Если вам скажут «You shouldn't wear thongs at university» – это не повод выпасть в осадок, ибо thongs на австралийском – это всего лишь шлепанцы. Настя передавала вам чмавки и приветики и сказала, что вы все добрые и позитивные человечки. Я еще записала для вас видео с бесячими словами. Оказывается, в английском языке они тоже есть. Любите милые прозвища. Если ваш партнер называет вас кошечка, котеночек или киса, уточните на всякий случай, какую породу он имеет в виду. Вдруг он подразумевает черноногую кошку, самого смертоносного хищника семейства кошачьих. Вот так вот. А, у нас о них видеопазл. Почему я все это... Активные пользователи Инстаграм часто сталкиваются с предложениями популярных блогеров поучаствовать в гиве или даже гивауэй. Что это такое, стоит ли и вообще прилично ли это? И еще несколько выражений из гив, которые упростят вам жизнь, смотрите в уроке Насти. Тот факт, что вы используете в речи выражение тот факт что, помогает вам выглядеть немножко умнее. Именно поэтому мы рекомендуем вам посмотреть урок Леры о выражении Учитывая тот факт, что ты изучаешь английский всего шесть месяцев, ты неплох в этом. Кому было мало солнечной Юлии из видео выше, послушайте еще подкаст с ней и нашим ведущим Максом. Он завалил ее вопросами, чем отличаются люди в России и Австралии. Каково это вообще жить вниз головой и можно ли серфить на родине Юлии во Владивостоке? Собрали у себя в блоге целых семь страхов, которые мешают вам говорить на английском языке и способы с ними бороться. Без алкоголя. Так тоже можно. На сегодня это все. Спасибо, что посмотрели этот дайджест до конца. Вы сделали большое дело, не каждый так может. Удачи вам в изучении английского. Бай-бай.